Алгоритм партнерства на Радиомир Армения Алгоритм партнерства на Радиомир Армения Армения глазами иностранцев. Зарубежные журналисты и блогеры раскрывают Армению. Культурные, приключенческие и гастротуры. По инициативе Комитета по туризму Армении стартовал еще один проект ознакомительных визитов в Армению. С чем знакомят наших гостей, каковы их впечатления от страны, нам сегодня расскажет наш гость в студии. Я с удовольствием представляю пресс-секретаря Комитета по туризму Армении Анну Маркарян. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Лиана. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рада сегодня быть здесь и с удовольствием поговорим с вами о новых направлениях туризма в Армении. И что это за формат и как давно организуются подобные туры? Ознакомительные туры у нас проводятся уже более 10 лет. Комитет по туризму приглашает иностранцев в Армению. В основном это блогеры, инфлуенсеры, то есть которые имеют большую аудиторию в своей стране. Мы приглашаем их на ознакомительный тур, гастротуризм, история, культура Армении. То есть это такой микс, которым они потом делятся на своих страницах, раскрывают Армению своими глазами. И это, естественно, повышает привлекательность Армении. А вы, скажите, потом как-то мониторите, вот где выходят эти статьи, как? То есть проводится с вашей стороны какой-то мониторинг, да? Они сами нам отправляют статьи об Армении, мы им предоставляем также фотографии наших фотографов, то есть конкретных мест. И получается такое интересное сотрудничество. Потом мы уже становимся друзьями, и эти визиты становятся регулярными. С мая этого года вы начали представлять Армению под новым брендом. В чем фишка бренда? Да, вот с мая у нас такая реновация получилась. Очень интересный новый бренд. То есть страну, если мы представляем под одним единым брендом, это, естественно, повышает узнаваемость страны. И слоган нашего нового бренда Armenia, the hidden track. Армения, скрытый путь. Это говорит о том, что каждый турист, каждый гость может открыть Армению своими глазами, а мы будем рады увидеть нашу страну. Глазами другого человека. Иностранцев. И это на самом деле очень интересно. Все в бренде разделено на три направления. Это гастро, исторический туризм, истории Армении, а также культура. И вот это все представлено под единым брендом, что очень важно. И наши туристические компании также будут представлять Армению под одним вот этим брендом. Это и цветовая гамма, и музыка, которая сопровождение бренда осуществляет. И это очень важно на самом деле. Алгоритм партнерства на Радиомир Армения. Дорогие радиослушатели, в эфире Алгоритм партнерства. Продолжаем беседовать с пресс-секретарем Комитета по туризму Армении Анной Маркарян о новых турпакетах, организованных командой Комитета по туризму. Скажите, а кто оплачивает эти туры и по какому принципу отбирают, так сказать, туристов? Мы реализуем проект при поддержке Европейского Союза. Также нам помогают здесь местные бизнесы, то есть это гостиницы, гостиничный бизнес, рестораны. Они часто делают скидки, либо просто приглашают наших гостей. И вот это все реализуется за счет приглашающей стороны, то есть Армении. А блогера выбираем с помощью комитетов по туризму данных стран. Также мы сами мониторим, у кого больше аудитории, у кого больше охватов. И, естественно, это все играет роль. Проводим мониторинги, приглашаем гостей. А журналистов как? То есть я хочу понять, вы сотрудничаете с какими-то подобными организациями за рубежом, которые вам могут представлять таких? Вот сейчас у нас проходит визит белорусской делегации. Есть и представители бизнеса, это туристических агентств Беларуси, а также представители медиа. И это такой интересный формат туров, который мы собираемся сделать продолжительным. B2B-встречу собираемся организовать. Она пройдет 18 ноября в Кюмри. Это встреча бизнеса Армении и Беларуси, то есть в сфере туризма. Я думаю, это очень интересное сотрудничество. Они будут иметь возможность на одной площадке обговорить совместные проекты. И мы этот формат тоже внесем в наши ознакомительные туры. Скажите, а из каких стран уже были туристы здесь? Вы сказали, что они уже делились своими впечатлениями в своих блогах. Каковы эти впечатления? Что наиболее яркое запомнилось им? Самое яркое, вот последняя статья одного из наших гостей, он был из Объединенных Арабских Эмиратов. И они были просто в восторге от Армении. Они не ожидали, что вообще существует такая страна, которая может предложить все виды туризма, а также очень интересную, красивую природу, которая, ну, вы знаете, в Армении очень разная природа. То есть ты просто переезжаешь 40 минут езды в другой город, и совершенно другая интересная атмосфера. Они были в восторге вот от этого, что можно просто оказаться в совершенно другом ландшафте. В совершенно другом ландшафте, да. И ещё им понравилась очень кухня, армянская кухня. Они были в восторге, что это какой-то микс европейской кухни, но со своим таким интересным армянским... Колоритом. Колоритом, да. И он написал очень интересную статью. Мы обязательно в ближайшее время поделимся. То есть он пишет именно с исторической точки зрения об Армении, что она стран старая, очень... Одна из старейших стран мира. С историей очень богатой. И потом уже переходит... Вот это очень важно, чтобы были не только там гастрономические изыски и так далее, но и что немаловажно, именно история. Мы начинаем именно с исторического тура. Даже если это гастротуризм, то есть вино, мы их обычно им презентуем, музей вина. То есть там очень интересно идёт рассказ о том, как Армения начала заниматься виноделем. И это идёт, естественно, из исторических. А вот из каких ещё стран приезжали уже? Ещё приезжали из Германии, Соединённых Штатов, Крузии и Великобритании. Ну, это вот в основном Европа, Америка или СНГ? У нас вот сейчас есть целевая аудитория, то есть кому мы хотим презентовать Армению. Это те страны, которые могут быть заинтересованы именно Арменией, но недостаточно раскрыто. То есть если мы берём страны СНГ, они более-менее знают, что есть Армения и очень много туристов. А ведь так потоки туристов очень большие. А мы сейчас делаем акцент именно на целевые аудитории, которые потенциальный туристический объём могут обеспечить Армении. Это на данный момент Объединённые Арабские Эмираты, Германия, Франция, Великобритания. Вот тоже в следующем году мы включили в список. И, естественно, Соединённые Штаты Америки. Но это больше идёт акцент на наших соотечественников из США, которые хотят узнать больше об Армении, о своей исторической родине. Есть в ближайших планах какие-то новые проекты, идеи, может быть? Ближайший наш проект – это тур в декабре. Мы будем приглашать другую группу уже медиа, то есть журналистов из Объединённых Арабских Эмиратов. В декабре нас ожидают очень интересное яркое мероприятие. Не будем раскрывать детали, но мы обязательно вам скажем и пригласим на это мероприятие. Увидим праздник в Армении глазами наших гостей. Большое спасибо за очень интересную беседу нашим радиослушателям. Напомню, в нашей студии мы говорили с пресс-секретарём Комитета по туризму Армении Анной Маркарян о новых турпакетах, организованных командой Комитета по туризму. Ещё раз спасибо и вам удачи. Благодарю. Хорошего дня. Всем хорошего дня. С вами была Леана Азуян.